Приветствую всех, кто находится у меня на канале и смотрит это видео. В прошлый четверг я вообще не планировала попасть на Блошино рынок. Кстати, обратите внимание, очень интересный стакан. Но тем не менее, я побывала там. Время было уже почти 12 часов. Многие ушли, было всего несколько продавцов. Я все-таки решила заглянуть, раз я уже здесь, и посмотреть, что можно увидеть в такое время. Всего несколько продавцов, наверное, 5 или 6. И вот я вам хочу показать. Кстати, я даже кое-что купила. Кроме этих металлических изделий, там подсвечники, стаканы и другое, я увидела у этого продавца вот эту шкатулку. Очень интересно, думаю, наверное, возьму. Но когда начал рассматривать ее, вроде целое, вроде рисунок в центре порядки, но золото на орнаменте, вокруг рисунка, такое размытое, странно. Вернула на место. Кстати, все было очень дешево, очень дешево. Такая тарелка красивая. Вот, я думаю, я ее увидела и в прошлый раз. Лежит она. Она, правда, не из тонкого фарфора, но очень интересная. Было много, вы знаете, вот таких, такой посуды для запекания, для духовки. Красивые, с рисунком. Это современные, но очень веселые блюдца. Это Китай. И что еще? Вот такое бра. Вот. Не знаю. Я думаю, это винтажное. Я почему-то думаю, что это бра вообще не было с самого начала электрическим. Кто-то провел провода и сделал его электрическим. Но они сейчас оборваны. Вот за эту замечательную керамику она не винтажная. Она современная. В идеальном состоянии. Новая, ну так, посмотрите, какая приятная тарелка и вот такая, типа, бульоницы. И он просил всего лишь 5 шекелей за эту пару. Уговаривал меня. Но мне надо было, вы знаете, другие вещи. И все так быстро. Я не могу быстро решать. Я не купила. Кстати, они бы использовались бы очень часто у меня. И вот такая мебель, кухня, точнее детская. Я думаю, какая-то девочка была бы счастлива, если бы ее родители приняли ей с Блашиного рынка. Вот такую замечательную кухню с духовым шкафом и с духовкой, с газом, с комфорками и с мойкой. Но, к сожалению, никто не купил. Картину хотела купить, но человека не нашла. Не то, что не нашла, он был занят. Думаю, ладно, пойду дальше. А вот здесь это уже оказывается другого человека. И вот посуду увидела сразу. Ну, обратила внимание, что советская посуда, кобальт. И человек рядом со мной тоже кричал, спрашивал, сколько стоит, сколько стоит. Кто-то ему ответил, 200 шекелей. Ну, посмотрите, вот какие 200 шекелей. Это Блашиный рынок. Закрывается тем более, в 12 часов дня. Как можно просить за это из разных наборов, из разных сервизов. Из всего этого мне очень понравились тарелки. Это Барановка. А тот еще доказывал, ему оттуда кричит, это сервиз. И вот это доубыш. Два доубыша здесь. Два клима. Есть высокие чашки и есть обычные чайные чашки. Вот, посмотрите. Ну, там было, на многих были сколы. Посмотрела. Я все-таки подошла к нему. Не знаю, почему. Я говорю, вы знаете, что вы вот даже не знаете, что продаете, а посуда побитая. Вы еще хотите 200 шекелей. Нет, тарелки были целые. Эти тарелки замечательные. Барановка. Я вообще очень люблю Барановку. Они были целые. Посмотрите. И очень хорошим состоянием, кстати. Вот, пошли дальше. Здесь, на этом столе, три предмета от какого-то сервиза. Это старая Польша, чайник, молочник и сахарница. Тройка, деколь. Ну, очень даже приятный комплект такой. Сет. Чашек не было. Обратила внимание, и вообще в последнее время час обращаю на предмет, какие-то не посуду. Вот, на этот такой тесненный, я даже не знаю, как назвать, обложку для паспорта, для документов. И чехол, наверное, да, правильно сказать. Очень интересный рисунок там, выбитый. А больше всего меня заинтересовало вот это, эти бусы, которые тянутся, тянутся, никак не кончаются. Метров, наверное, два-три. Очень длинные, правда. И потом вообще как-то подумала и думала, что это даже не бусы. Но они так хорошо нанизаны, знаете, так основательно. И на каждом конце большие такие небусины. Вот сейчас такие. Вот, видите. Не знаю, из какого это камня или это пластик. Но смотрятся очень приятно, их приятно держать в руке. Длинные очень. И это, я думаю, не бусы. Там спросила у хозяина. Он сам не знает и абсолютно не разбирается. Но он тоже думает, что это не бусы. И очень дешево. За 10 шекелей я могла взять. А теперь жалею, что не взяла. А причина, почему я не взяла, я думаю, может, какой-то предмет религиозный какой-то. Или, наоборот, что-то оккультное. Думаю, домой занесу, непонятно что. И потом пожалела. Потому что я хочу узнать, что это такое. И мне это мешает, что я не знаю, что это такое. Надеюсь на вашу помощь. Вот две нити были. Одна подлиннее, почти метров три. Другая поменьше. Вот на конце каждой вот такие вставочки. Не думаю, что бусы почему-то. Если были бы дома, я бы по-другому их сфотографировала. Показала бы. Вот так пусто уже. Здесь перевернутый стол. И висят на нем фонари. Рядом тюлевая занавеска. Вот здесь, на этом столе. Он тоже собирался, но еще было что-то. И вот я купила вот эту вазу. Это лапид. Раньше в Израиле, я читала вчера, было 19 фарфоров керамических предприятий. Нет ни одного. Лапид это закрылся в 90-м году. Это керамика. Ручная работа и рисунок. Ручная роспись. Я помыла, отмыла. Это, вы знаете, в Израиле сказать, ой, это я купила лапид. Это все равно, как сказать, допустим, в России, ой, я вербилки купила или дулево купила. Вот на таком уровне. Я думаю, это клеймо где-то 50-х годов. Ну, очень красивая керамика. Я думаю, я думаю, я правильно поступила, что купила. Радует. Вы не представляете, какая я довольная. У него же были вот такие миски, салатники. Он просил меня купи. Купи совсем дешево. С таким рисунком, интересно, баклажаны. Но они были, вы знаете, тяжеловаты. Это нааман, который тоже закрыт на территории Израиля давно. Лапида вообще не существует. А нааман он, по-моему, производит в Китае для Израиля. Вот такие очень красивые миски. Но вот они тяжеловаты, поэтому я не купила. И вообще времени мало. Когда времени мало, бегом-бегом. Это еще думать, купить, не купить. Это тоже занимает время. Вот. Он уговаривал купить такие подсвечники. Они современные, думаю, китайские. За 10 шекелей каждую. Одна-единственная тарелка от какого-то сервиза польского сохранилась. И гуляйте по барахолкам, пока тоже не поломается. Вот. Что еще у него было? Это, ну, не обращая внимания на одежду. А на столе вот такие пары кофейные, без клейма. Но очень такие приятные, оригинальные, скажем. Вот это Голландия. Это домик. Я с удовольствием купила керамические. Голландия, ручная работа, ручная роспись. Но, но были большие сколы. Здесь, это один и тот же продавец. Вот такой высокий стакан, зеленый, красивый зеленый цвет. Еще рисунок на нем. Такой он высокий, почти как маленькая ваза, можно сказать. И вот такой комплект, две вещи всего, даже не комплект. Это Норитаки, это Япония. Маленький чайник может быть для чайной церемонии, поэтому он маленький, без крышки. И вот, я думаю, основание сахарницы. Вот и все, что осталось. Но очень красивый рисунок, такой на белом фарфоре, мелкий голубой рисунок. Две такие, в такой круглой раме деревянной, микровышивка. И вот вторая, она была треснутая. И еще, вот, вот, вспомнила. Вот эти две чашки, это Зельдман Вайден. Как они мне понравились. Они такие легкие, вы не представляете, какие они приятные. Вот, и еще на них рисунок. Называется Моника серия. И я бы взяла с удовольствием их, взяла тем, гульд, так дешево. Но, они были со сколом. Обе чашки. Месяц назад я покупала вот такие же чашки, только без рисунка. Они как бы сверху, вы знаете, как бы гофрированные. Очень тонкий фарфор. А вот поверхность, как будто, вот вещь, вот видно. Как будто такая гофрированная. Я покупала пять кофейных пар. И на винтажной ярмарке в Кибуцаоге мне их сразу купили. Там был еще молочник. Молочник она не взяла. Хотя я ее уговаривала, не взяла. И вот так на этом я с вами прощаюсь. Эти тарелки я купила. Это Англия Вейджвуд. Спасибо вам за ваши просмотры, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Будьте счастливы. Тарелки очень-очень приятные. Вот отмыла и три тарелки. За пять шекелей всего. Ну как было не взять. Не удержалась. Они маленькие, десертные. Всего вам хорошего. Замечательного дня и настроения. Продолжение следует...